Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет замечательное видео Фуберлик. Давно я с вами не снимала уже видео Фуберлик, так чтобы отдельное было видео, потому что я все время заказывала все по чучуточке и показывала где-то во влоге или в видео, в котором актуально было бы. Но в этот раз посмотрите на мой свитшотик! Я заказала себе невероятно крутой костюм. Как я узнала вообще о нем? Я рассказывала где-то об этом. Да, я говорила где-то, что я купила малому своему в дорогу журнал Космополитен. И пока я его листала, я вижу, что девушка такая стоит, как-то у меня там волосы развиваются, то ли нет, не суть. Но я увидела вот этот пинт на ней был. Я думаю, бля, какой крутой такой СССР-овский какой-то костюм, наверное, или свитшот, что это такое. Интересно. Открываю, а это Фаберлик. И я, блин, бегом-бегом, как только возможность мне выдалась, сразу забежала на сайт Фаберлик. Ссылочку, кстати, на него я оставлю под видео. И в итоге заказала себе этот костюм. Да, он не идет костюмом, там по отдельности обычно все продается. И я заказала себе вот этот свитшот. Кстати, есть там разные принты. Есть вот этот немножко необычный тем, что у него, видите, как бы увеличиваются за счет того, что здесь пело, увеличиваются плечи. Сначала меня этот смутил момент, но потом в целом весь этот образ мне понравился. Здесь такие широкие рукава, видите, их можно так раз подкатывать. Тоже в этом что-то есть. Вот именно такое СССР-овское, именно вот что-то такое старинное вот в те времена. Сам свитшот нормальная у него длина. Я выбрала этот принт. Были там еще красные рукава вот здесь с белым. Еще какие-то были на змейке там. Но мне почему-то понравился именно этот, который я увидела в журнале. Я в итоге не стала ему изменять. И отдельно заказала там брюки. То есть получался костюм. Цвет идеально совпадает. Единственное, что у них немного разные ткани. Вообще я подумала, что это одни и те же ткани. Но когда я была у своей Лены в гостях, она у меня занимается в Аберлик. И вообще она очень много лет в торговле в одежде. Именно с одеждой была. И она говорит, что здесь трехнитка вроде как, что-то такое, да. А здесь с флисом. То есть утепленные штаны с начесом и другой материал какой-то. Я сразу так-то и не заметила. В общем, посмотрите, как он смотрится. Я вообще тащусь от него. И когда мне только пришли штаны, кстати, я такая смотрю на них. Думаю, боже, они что, перепутали размер? Потом смотрю, нет, размер S. То есть они такие объемные, широкие штаны. Ну, короче, кафе. Итак, костюмом я безумно порадовалась. Вообще, теперь он у меня number one висит. И я его всегда одеваю, потому что он свободный, удобный и при этом теплый. Также под этот костюм я подумала, что мало ли пойду я заниматься. Я не знала вообще до конца, как он будет ощущаться на мне. И я еще заказала под этот костюм такую кофточку. Она спортивная там написана. Такая синенькая. Дальше. Вообще, я считаю, что этот принт сейчас очень актуальный. Поэтому я заказала еще шапочку себе такую. С таким принтом. И шапки. Шапочку я уже взяла на себя грех. Померить. И она меня не впечатлила, честно говоря. Потому что как-то она, что ли, высоко торчит. Вот эта штука. Ну, как бы немножко не пойму, как шапка смотрится. Она немного меня... Может, что с ней надо сделать другое? Как-то по-другому ее, может, надо одеть? Может, вот так? О, сейчас вот так. Вот так. Что-то того? Ну, не знаю. А может, ее надо... Сейчас мы с вами берем поэксперимить. А, ну так, тогда вообще ничего не будет видно. Принта. Да? Короче, я не врубилась. В шапку мне не нравится вот эта вот сильно торчащая... Макушка. Вы поняли. А шарф я еще не открывала. Давайте посмотрим. Возможно, он будет хорошо. Шарфик вот такой вот. Шарфик вот под костюмчик, да? Опа-опа. Опа-опа. Все красоту спрятала. У нас же должно быть вот здесь. В общем, шарфик я оставлю, потому что шарфик он всегда нужен. Тем более зима. Шарфик нормально. А вот с шапкой надо разобраться вообще. Че к чему? В чем прикол? Как ее носить? Носить. Непонятно. Может так? Непонятно. Дальше, кстати, я не так давно заказывала заряд интеллекта. Оставила на работе и не пила. А сейчас, кстати, самое время. Я как раз думала о витаминках. Один раз в день пьешь и умнеешь на глазах. Главное вкусно для меня, что можно жевать вкусно. Тут фруктоза. Ну, конечно, такой витаминный набор. Итак, поехали дальше. Дальше у нас вот такие носочки. Я решила заказать. Опять же, увидела этот принт. Он мне очень нравится. Скорее всего, он мне уже очень надоест скоро. Но носочки решила взять. Вот такие, достаточно высокие, кстати, голенища. Ну, оно даже и модное. Я люблю немножко пониже, вот так где-то, да. Но принт красивый. Можно? Да. Можно? Взяла две пары таких носков, потому что бывает, что в Фаберлик просто носков не найти. Еще я взяла себе влажные салфетки для стекол и зеркал. У меня тут случайно оказалось рядом зеркало. Давайте возьмем. Это хорошо, когда много зеркал. У меня в офисе, кстати, огромное зеркало. И это не очень удобно, знаете, там тряпкой, потом еще чем-то сверху протирать. А вот так взял салфетку. И она тебе все с первого раза выпила. Немножечко пахнет спиртом каким-то. Сейчас я вам скажу, как оно вообще работает. Пока что просто влажная салфетка, как обычно. Вижу, какие-то легкие следы оставляют за собой. Должно зеркало высохнуть. Ой! Идеально высыхает. Высыхает. Вот сейчас я на себя смотрю, вообще просто прям почистила супер-купер. Но оно еще не засохло до конца. Давайте посмотрим чуть-чуть попозже на наше зеркало. Также я купила кислородное дыхание, влажные салфетки для снятия макияжа. Кстати, вот я показала вам близко салфетки. Это для стекол. Они проспиртованные, мне кажется. Для снятия макияжа Фаберлик мне очень часто просили. Попробуй, купи. На основе мицеллярной воды увлажняют, тонизируют кожу лица, не содержат гирта. Вот. Я их затестиваю не сейчас, потому что я сейчас такая красивая, накрашенная. Конечно же, я сейчас тестить их не буду. И... Ой, еще что-то. Еще что-то. А-а-а-а! Я же заказала себе Фаберлик контроль протеиновый коктейль со вкусом капучино. Ду-ду-ду-ду-ду. Блин, ну похоро... А-а-а! И еще! И еще! А это мы затестим. Помада. Помада Фаберлик блеск. Зеркальный объем. В общем, мне понравилось. Сейчас затестим. Я, как всегда, нахожу ближайшую бумажечку у себя здесь. Стираю губы. Кстати, сейчас они у меня тоже были накрашены в Фаберлик. Заодно проверим наше зеркало. Оно идеальное. Немножко есть разводы. Хотя нет, разводы есть. Вообще нет. Салфетка что-то вот на маленьком таком зеркальце не особо меня, честно говоря, впечатлила. Ой, непонятно. Короче. Давайте затестим помаду. Опа! Должно быть зеркально. Пахнет супер. Зеркальный блеск. Очень мне нравится здесь сама кисточка. Она какая-то чуть шире, чем обычная. И она такая мягенькая, прям махровенькая такая. Прям вообще. И аромат. Вот уже поднимает настроение. Просто аромат и такая мягкая кисточка. Ее лозит у тебя по губам. Смотрите. По-моему, очень красиво, да? Классный блеск. Это номер, кстати. Он выглядит здесь очень достаточно темным. А на самом деле, видите, он светлый. Это номер... А номера-то и нету, девчонки. Нет. Короче, это просто блеск с оттенком. Ну, я номера не... Какого нигде не написала. Так, точно все. Что это как? Кстати, в Фаберлик я заказала себе еще кроссовки. Тоже с таким же принтом. Но их не положили. То есть, это не то, что их нету, а их реально забыли положить. И они уже сами сделали возврат. Деньги вернулись, конечно. Но обидно. Потому что я хотела. И, возможно, этих кроссовок уже и нету. Вот из-за этого очень неприкольно, когда не докладываете какие-то вещи. Значит, что потом их может не быть уже. Ты их вроде вовремя заказываешь. Одна из первых. А тебе забыли их положить. И все. И пипец. Пошло-поехало. Кстати, вот это хочу очень попробовать. Я вот здесь оставлю свой инстаграм. И заходите. Кому действительно нужно и интересно прям, чтобы я рассказала. Попробовать мицеллярные салфетки. Я их попробую сегодня же вечером. И фуд-контроль я тоже попробую на днях. Пишите, спрашивайте. Или я расскажу в сторис. Когда попробую, обязательно расскажу. Скажу, вот я попробовала вот это. Вкусно, невкусно? Ну, для меня самое главное вкусно. Насколько это работает, я не знаю, честно говоря. Но, в принципе, Фаберлик я доверяю. Не знаю, почему у меня Фаберлик вызывает какое-то доверие. Во-первых, это не просто так с головы. То есть, можно немного обосновать. Во-первых, у них очень качественная одежда. Каждый раз меня удивляет. Реально. Подобранные ткани, пошив, строчки. То есть, ни разу не пришло ничего какое-то кривое, косое или там вроде как китайское. Нет, реально все приходит очень хорошее и долго служит. Это вызывает огромное доверие. Косметика, конечно, может быть, мне не вся нравится. Но, например, корректор Фаберлик, который у меня must-have вообще супер-пупер. И замены ему я еще лучше не нашла. Все скатывается. Это супер-классный. Показать вам? Это, если просто кто-то меня вот недавно только начал смотреть. Это вот must-have. Фаберлик. Вот этот корректор. Вот. Их там всего два цвета. Светлый и темный. Я беру светлый. Нет. Темный. Не помню, какой беру. Ай, я не помню, какой беру. Блин, а какой я беру? По-моему, я брала темный. Неважно, короче, возьмите и темный светлый. Мне кажется, он подойдет любой. Потому что я какой-то беру, ожидала одно, а по цвету он совершенно идеально подошел мне. И у меня их, честно говоря, очень много. У меня штук пять их, наверное, лежит. Потому что я беру всегда впрок. И с собой, и еще куда-то. И вот это мне очень нравится. Они не скатываются, не остаются в складочках. То есть я их нанесла, буквально быстро они подсохли. И все. Я хожу целый день и вообще абсолютно не парит меня. Вот. И много всякой разной косметики. Блески мне тоже у них нравятся. Крема маме беру разные. Ну, в общем, ладно. А Фаберлик могу говорить много. Ну, какие средства мне не особо нравятся, это не все средства для волос мне подходят у них. Я об этом, в принципе, говорю. Вот. А есть супер-пуперские, недорогие, как, например, супер-бальзам. Который тоже я рекламировала. Он там 89 рублей стоит. Арктик какой-то. И от него вообще шелковистый. Ладно, мои хорошие, я вас люблю. Целую, если мое видео было полезным и интересным. Ставьте лайк. Если вам что-то понравилось из того, что я приобрела, скорее проходите по ссылочке внизу и заказывайте. Потому что, например, вот эти вот костюмы все с этими принтами, я думаю, что их быстро разберут. Поэтому заходите, да, и берите. Что еще, что еще. Обязательно корректоры. Попробуйте, кто еще это не пробовал. И вот эта вкусняшка мне тоже очень нравится. Заряд энергии. Заряд интеллекта. Но энергии параллельно. Все, я вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok